Минимизировать ущерб от ежегодного весеннего паводка и создать электронный паспорт лесных угодий. С такой просьбой обратились к Федеральному министерству по природным ресурсам и экологии глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр природы Чувашии Иван Исаев. О чем удалось договориться в ходе переговоров в Федеральном министерстве в репортаже Дмитрия Ковалева из Москвы. В Цивильске необходимо построить современные защитные сооружения, чтобы свести на нет последствия весеннего половодья. На пути большой воды уже стоят две дамбы, но и этого недостаточно. Жители деревни Триезбы каждый год страдают от паводка. Федеральное агентство водных ресурсов уже отправлен в проект строительства новых инженерных объектов. Вся надежда на финансирование из Москвы. Всего Чувашия рассчитывает получить около 200 миллионов рублей. Там как раз население, наш женский монастырь. Чтобы не было затоплений, понимание мы нашли. Просьба наша в работе. И я надеюсь, что в 2013-2014 годах мы получим там десятки и сотни миллионов рублей. Федеральные средства необходимые на расчистку заложских горельников. Убрать высохшие деревья на площади в 2000 гектаров пока задача максимум. Материал на пострадавшей территории уже невозможно никому продать. На решение проблемы Михаил Игнатьев попросил 80 миллионов рублей. В ближайшие годы в республике планируют провести масштабные лесоустроительные работы. Лесоустроительные работы проводились в 1993 году. Материалы лесоустройства, которые находятся в лесничествах республики, устарели. Утратили юридическую силу. Поэтому в 2013 и 2016 годах необходимо провести на территории республики лесоустроительные мероприятия. Для этого необходимо 179 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.